Итак, здравствуйте, уважаемые друзья! Мы приветствуем вас на канале Ежалка И мы, это Саня и Леха, как в общем-то и обычно Ну и сегодня нашим экспонатом является водка, кедровица Она у нас представлена в двух экземплярах И они, собственно говоря, разные Вот это, в частности, кедровая мягкая Тут 38% Давай сразу их вам представлять Действительно, мы их сразу будем представлять Это кедровая мягкая, соответственно Изготавливается она в Омске Собственно, в самом И ее состав, к сожалению, написано очень мелко А вот, вода еще хуже Ну тут понятно Состав вода питьевая исправленная Спирт и киловый ретификованный люкс из пищевого сырья В скобках зерно Сахар, настой спиртовой орехов кедровых очищенных Ну и, собственно говоря, все Да, получается вот такой, ну в принципе, достаточно адекватный состав Единственное, не очень понятно, почему тут сахар Ну, в целом, нормально Здесь состав точно такой же Единственное, настой спиртованных кедровых орехов Там у тебя очищены... Да, зубчики, видимо, соответственно, с их твердостью крупой, скажем так Да, ну вообще, на самом деле, меня как-то довольно сильно возмущает тот факт, что тут всего 38 градусов Да, это странно, вот тут 40 Да, тут, это обычная кедровица Кедровица на кедровых орехах Ну, состав абсолютно тот же самый, изготовитель тот же Поэтому зачитывать его не имеет смысла Но вот зачем все-таки сделали 38 градусов для водки, это довольно странно И как-то меня это сильно возмущает на самом деле Попробуем все-таки и будем после этого делать выводы Ну да, кстати говоря, водок, в которых есть, так или иначе, черностой Кедровых орешков очень много Они, собственно, весьма разнообразны Но кедровица получила как раз свое название В честь, видимо, этого настой В честь этого, да Следует сказать, что кедровые орешки, которые здесь используются Это никакие не орехи, собственно, кедра Потому что род кедрус представлен такими видами, как, например, кедр ливанский Который растет вообще на Ближнем Востоке В то время как наш, так сказать, отечественный российский кедр Это никакой не кедр, а сосна сибирская В общем-то, довольно близкий родственник нашей обыкновенной сосны лесной Которая, собственно, растет по всей европейской части России И, кстати говоря, даже в Сибири она встречается И достаточно широко распространена А его орехи, это на самом деле не вполне себе орехи А просто-напросто семена в твердой оболочке Ну, у нас в Амуртии кедры, в общем-то, тоже довольно неплохо растут Ну, правда, они у нас не размножаются Потому что слишком много тех, кто хочет, собственно, их орешками поживиться А в Ближевске они, в принципе, тоже есть В посадках встречаются Ну и прекрасно растут в открытом грунте Ну что ж, теперь, собственно, небольшой ботанический экскурс Ну, давай, сначала попробуем одно Да Мы сначала попробуем Мы начнем с мягкой Посмотрим Учитывая то, что тут одинаковый состав Скорее всего, мягкость Типа на 2% понизили И все, она стала мягкой Ну, все-таки, скорлупар, в общем, наверное, тоже дает к себе какую-то... Возможно, но сейчас мы это поймем Сейчас узнаем Ну, аромат такой слегка спиртуозный Причем чувствуется действительно что-то такое сладкое Скорее всего, это сахар Вот кедровые орешки, конечно, не так сильно Точнее, я их не чувствую Ну, ароматы не очевидны Да, ароматы не очевидны Ну, вообще, в принципе, в водке довольно сложно Ловить какие-то другие ноты Ну, если это не водка совсем уж вкусовая Ну, да, да Орешки все-таки не настолько пахучие, как, допустим, свежий хлеб Так что Ну, в общем, давай Попробуем Да, действительно, она очень мягкая Ну, да, на самом деле мягкая То есть, я как-то сначала зажмолился, но нет Ну, да, я тоже Это вот Причем тут действительно еще чувствуется какой-то Какой-то такой непонятный привкус Почему говорю непонятный? Потому что, ну, не очевидно, что это Настой орехов кедровых Но какой-то такой привкус посторонний есть И он, ну, довольно неплох Мне понравилось Он не лишний Он не лишний Исутствует на заднем плане Ну, такой более-менее мягкий Довольно приятный Ну, да, водка абсолютно не обжигающая То есть, она мягкая Действительно, как они пишут, что она мягкая Она и есть мягкая Ну, на самом деле, достаточно хорошая водка Да, хорошая Достаточно мягкая Можно ее спокойно везде покупать И этом она, опять же, ну, с трудом считаться вкусовой Потому что, хотя и привкус орешков чувствуется, но он очень невыразителен Поэтому она мягкая Вообще, если так подумать, все-таки большинство водок у нас присутствуют какие-то настои Вот редко Ну, да Встретишь водку, где просто спирт-вода Это единицы Ну, да Везде какой-то настой Там, не знаю, пшеницы, еще чего-нибудь Хлопьев Хлопьев Меда Много вариантов То есть И, по сути, тут то же самое Так что, это вполне себе стандартная водка Действительно хорошая Бутылка Вот у нее Тоже такая интересная Кедровый вид ТСА В английском написано Довольно Да Перейдем к второму варианту Да Перейдем к второму В принципе, его особо представлять нечего Ну, мы уже вроде сказали Да Состав тот же самый Только тут орешки не очищены Да, видимо И это у нас кедровица в объеме 0,25 Решили в этот раз взять чуть поменьше, чем обычно Не очень удобная гурушка Не очень удобно наливать, особенно в самом начале Чуть-чуть, но в самом же сколько-то капнешь Оно специально для того, чтобы прямо из горла христа Да Вот, если во внутренний карман положил, соответственно На самом деле удобно Вот если ехать куда-то на природу Нечерком там в палатке Довольно удобно Хотя маловато, конечно Ну да, это скорее куда-нибудь ехать в автобусе И чтобы было не так скучно Немножко разминаться Да Тут запах поболее выраженный Более выраженный, притом менее спиртозный, кстати Как не странно Да Но тут все-таки спирт чувствуется чуть-чуть побольше Видимо скорлупа довольно неплохо маскирует запах Именно спирта Странно, что мягкое, жесткое Жесткое Это на запах Ну да Это, конечно, только на запах Давай действительно Попробуем на вкус На вкус она тоже мягче мне показалось По-моему, примерно на уровне Примерно на уровне Но тут вкус совсем другой Да Тут вот тоже Помимо На послевкусе чувствуется какой-то Тоже Привкус Вот тут он более выраженный Более Более похож на кедровые орешки Тут все-таки Действительно Она более честная эта лодка На мой взгляд Тут все-таки Что-то перемудрили Как мне кажется Хотя тут, по-моему Тут же тоже сахар есть Если я могу Вот это и был Ну да Сахар, настоя спиртов на кедровых орехах Да Мне кажется, что просто-напросто Действительно Скорлупа Да Видимо, да Может, основной Даже Привкус Аромата Скорлупы Ну да Я, в общем-то, не удивлен Потому что Скорлупе У них может быть довольно много Дубильных веществ Так что Да, наверное Скорлупа Дает вот такой Привкус Опять же Ну что ж Тоже приятное Хорошее Вкусно Надо сказать То, что Они обе доступны Они стоят Примерно одинаково Ну вот Ну да, самая минимальная цена 249, да Мы их покупали за 249, да Но сейчас, поскольку водка подорожала 243 рубля То, в принципе, это почти минимальная цена Ну да То есть, решили вы уже даже Какой-нибудь дрейки по каждого дня не купите Ну да Ну, условно говоря, уж копейки Четы Ну, так четы В принципе, да Ну, вообще, вот если выбирать из этих двух водок В любом случае Я бы выбрал стандартную Потому что она более честная Ну, честная 40 градусов Я уж не думаю, что эти 2 градуса на что-то влияют Ну, и по качеству По крайней мере, по моему личному ощущению По вкусу И по аромату Она лучше Не намного, но лучше Ну, есть смысл покупать мягкую С какими-то там 38 Ну да Я бы тоже, конечно, выбрал Просто обычную, скажем так Кедровую Но следует сказать То, что она немножко ближе Именно к вкусовым водкам Потому что у нее привкус И аромат, на самом деле Ну, более ощутимый По сравнению с мягкой Она может быть, да Более типичная водка Но опять же, видишь Что мы только что говорили То, что в каждой водке Практически присутствует Ну, да Какой-то дополнительный настой Взять ту же столичную север Там тоже вот этот Медовый довольно Медовый настой довольно сильно ощущается И Ее вкусовой никак не назвать Ну, да Поэтому все-таки Ну, не совсем верно Ты сказал На мой взгляд Ну, она ближе Ну, это не означает Что вам все-таки вкусовой Ну, может быть, да Все-таки Ну, что ж Если подведить небольшие итоги То Эти водки Обе хорошие Обе можно спокойно брать Они доступные Они достаточно распространены Мы их брали в Сетирион Которые, ну, во всяком случае У нас в Вежерске точно есть И магазинов достаточно много Довольно хороший магазин Где присутствует много Водок Причем представленных Как правило Целыми линейками Потому что, когда заходишь В какой-то более типовом Красное и белое В конце концов Ну, да Хоть тоже красное и белое Что-то вырвано из контекста И, соответственно, больше ничего нет Из всей линейки Представлены один-два образца А вот в Лионе, как правило Представлены все образцы Да, это прекрасно Это, конечно, хороший магазин Там, причем присутствует Довольно много уникальных водок Которых, по крайней мере Мы не видели нигде Да Ну, что ж Действительно, обе водки хорошие Обе приятные В них действительно чувствуются Кедровые орешки Здесь послабее Здесь посильнее Вот, она, конечно Этим получше С моей точки зрения Но жесткость у них На самом деле Фактически одинаковая Красивые два градуса Вообще не можно Мягче Ничем не мягче Да, ничем не мягче Даже чуть-чуть пожестче Все-таки Если сравниваете Какой-то вердикт Я только что сказал В принципе, хорошо Потому что у нас есть Еще один, скажем так Бонусный вариант С чем бы их сравнить Это зеленая марка Кедровая Причем, это еще старая версия Бутылка 0.7 Приобретена она Относительно недавно Но Полгода там у меня где-то Стоит Я, как увидел Зеленую марку В старом дизайне Потому что она Как вы все знаете Она уже зеленая марка В другом дизайне Выпускается Это уже Такой раритетный вариант Я сразу Скупил Все бутылки Которые были в магазине А их было там Всего три Ну да Одно оставить на вечные времена Потомкам Что мы сейчас Задаемся вопросом Например Какова была водка В Советском Союзе Мы этого уже не застали Ну да Интересно Насколько она отличалась В принципе от современной Нам конечно кажется То что С бухты-барахты Что-то принципиально новое Вот так вот Не имея традиции Создать сложно Так что Наверное Она была примерно Такой же Примерно то же самое Может быть Было меньше разнообразия Но это чисто Наша гипотеза Поэтому конечно Было бы интересно Попробовать А вот это будет Раритет Через так сказать Уже Относительно небольшое время Да Причем Мы довольно часто Употребляем водку Зеленая марка Потому что это Ну хорошая водка По доступной цене Но вот такую Мы еще не пили ни разу Потому что Ну грубо говоря Мы еще не такие старые И когда мы Начали Пить водку Такую уже Перестали выпускать Банально Ну нет Она еще Она выпускалась Потому что Вот это Розлив Вот это Розлив все-таки 15-го года В 15-м году Нам было По 23 года Мы уже Очень активные Давно пили водку На самом деле Да Но мы Там еще с деньгами Были проблемы Поэтому мы пили Водку попроще Хотя и не сказать Что она дорогая Но она чуть-чуть Подороже Да Она была чуть-чуть Подороже И тогда еще не было Магазинов красного и белого В таком количестве У нас Поэтому она была Ну относительно Менее доступна И цены на нее В обычных Так сказать Магазинах Были забраны Поэтому мы покупали Что-то из наших Местопроизводителей Даже если мы ее Когда-то пили То как-то случайно Один раз Я даже не помню Чтоб я ее пил Ну да Сейчас освежим Нашу память Объем 0,7 Дата розлива 2 октября 2015 года Водка Особая Кедровая Зеленая марка Состав Вода питьевая Исправленная Спирт Что в марке Есть глицерин И при этом Все равно Относились к ней Довольно неплохо Но зачем Вот он там Зачем они его добавляют Типа загуститель Скажем так Ну на наш Гляд Ни к чему Да и натура Ароматизатор Натуральное Эфирное масло Можевеловое Ну ароматизатор Тоже На вроде кедровое А не можевеловое К чему это К чему это Джин Какой-то закос Но на самом деле В ближайшее время Ожидается Обзор на Водку Зеленая марка Как в новом Будет сравнение И мы поймем Что Что изменилось Изготовитель тут ЗАО Сибирский ОВЗ Город Новосибирск Ну практически сосед По крайней мере По сибирским меркам Наверное да А так-то конечно Такой себе сосед Уже не близко Ну да А сейчас Зеленая марка Производится На Если не ошибаюсь В заводе ТАПАС В Московской области Так что Она Возможно Будет отличаться От нового Еще более традиционный Действительно Сибирский вариант Ну да Ну что ж Оцени Реводка уже 6 лет Получается Да На 6 лет Уже стоит В этой 6 лет Это если Чисто посчитать А если Посчитать точно То конечно Меньше Потому что Разлито В октябре Ну да Чуть меньше Ну что ж Чуть больше 5 лет Если уж быть точнее Вот тут кстати У меня аромат Трается Чуток побольше Он тут Еще менее Спиртуозен Чем в этой В кедровице В обычной Ну как минимум В аромате Спит Действительно Очень хорошо Замаскирован И при этом И при этом Действительно Чувствуется Вот Настой Спиртован Тут Настой Спиртован Настой Кедровых Орешков И даже Наверное Чуть-чуть Можжевельника Даже может Да На заднем плане Если так Хорошо Принюхаться Да Мы недавно Сравнивали Можжевеловые Водки Поэтому Такой Довольно Знакомый Аромат Да Ну что же Давай Я теперь Попробую На вкус Попробуем На вкус Вкус Порезче Конечно Пожестче Немножко Да Не сказать Что бы Совсем жесткий Но После Кедровицы Он действительно Немножко Жестковат С одной Стороны Более Спиртован С другой Стороны Еще Присутствует Горечь Горечь Которой В кедровице Фактически Не было Ну да Какая-то Горечь Непонятно Из-за чего Ну да Аромат Тут был Чуть-чуть Лучше А вкус Явно Похуже Действительно Она Резковата По сравнению С кедровицей Она Относительно Более Горькая И Менее Приятная В этом отношении Да Все-таки Пожалуй Что по вкусу Зеленая марка Поигрывает Кедровица Да Как это ни странно Но при этом Все равно Хорошая водка На самом деле То есть То что она Хуже кедровицы Не делает ее плохой Мы в общем Часто слышали Отрицательные отзывы О зеленой марке С этим мы согласиться В принципе Не можем Потому что Это Классический вариант Водки Она Не самая Мягкая Конечно Но При этом Довольно Доступная Приятная На вкус И Все хорошо 249 рублей Она Однозначно Стоит Да Ну конечно И прочих Равных Кедровиц Будет Немного Предпочтительнее Но опять же Марка Есть Опять же Ну не такая Такую Уже Вряд ли Где ты еще Найдете Где Заряжавшиеся Товары Есть Ну Это уже Рекет Если увидите В таком дизайне То Хватайте быстрее И Оставляйте На будущее На будущее Да В коллекцию Ну если Через 20 лет Станет интересно А как же Она там Была Эх Надо Понастальгировать Да Ну Вообще Она действительно Похуже Вообще В принципе На наш Взгляд У нас Вот Есть Шкала Водок Где Пожалуй Зеленая марка На Последнем Месте То есть Она Скажем так Худшая Из лучших Но Это не значит Что она Плохая Это значит Что Она Оправдывает Свою цену И В принципе Другую водку За 249 рублей Она Многих Лучше Конечно За такую цену Дело в том Что в принципе Этой шкалы Там на самом деле Всего 5 пунктов Это собственно Зеленая марка Столичная Столичная Белая березка Затем Финляндия И Белуга Каждая Отличается Ну Грубо говоря Ну На Более-менее Примерно Равное Количество Денег Ну И примерно Равное Так сказать Чак Вперед По качеству Ну Да То есть Они Отражают Собой Ну Нечто Среднее Что можно Приобрести За эту цену Что достаточно Распространено И что Если Допустим Вы Приходите В магазин Там какой-то Странный Неизвестный Вам Ассортимент В принципе Всегда Можно Смело Брать Особенно По Адекватной Цене Вот Адекватная Цена Для Зеленой Марки Это До 250 Рублей Ну Да К счастью Она Сейчас Пока Что Столько И стоит Несмотря На То Что Подняли Негодяи Она Была 234 По-моему Была Минимальная Цена В том Году Вроде Да До 244 Сейчас 243 Рубля То есть Соответственно Если Минимальную Планку Подняли Соответственно Другие Водки Которые Подороже Тоже Могут Подняться В цене Но Зеленая Марка Пока Как мы Брали С 249 Так Она И стоит Да В общем В бюджетном Варианте Это Скажем Классика Есть Водки Бюджетные Которые Помягче Повкуснее Даже Кедровица Кедровица Например Но При этом Зеленая Марка Более Распространена Ее В принципе Можно Смело Брать Потому Что Это Надежный Вариант Да В принципе Если Мы Всегда Сравниваем Водку По Минимальной Цене Именно Зеленая Марка Потому Что Если Она Хуже Зеленой Марки Ее Нет Смысла Брать Если Она Лучше Зеленой Марки То Как С С Кедровица Она Более Достойна Имеет Смысл Брать Соответственно Да Ну Что Тут Мы Пожалуй Что Подвели Так Что Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайк Жмите Колокольчик Ну И До Новых Встреч Счастливо Пока